В этот день, в 1895 году, по инициативе сестер Гнесиных, основана первая в Российской империи музыкальная школа. На маленьком деревянном домике в Гагаринском переулке появилась вывеска «Музыкальное училище Гнесиных». Принимали в училище и детей, и взрослых. Многих учеников учили бесплатно. С 1900 года, когда учеников стало больше, училище переехало на собачью площадку, в дом номер 5. В состав преподавателей вошли выпускники консерватории. 15 февраля 1933 года из ворот сборочного цеха Челябинского тракторного завода вышел первый серийный гусеничный трактор «Сталинец-60». Трактор обладал отличной проходимостью. Так, например, в 1936 году на реке Лена именно «Сталинец» пришел на выручку застрявшему во льдах каравану судов с важным грузом для жителей Якутии. Выпускалась модель до 31 марта 1937 года. А затем ему на замену пришел «Сталинец-65», который в 1937 году на Всемирной выставке в Париже был отмечен высшей наградой – диплом Гран-при. В этот день, в 1564 году, родился Галилео Галилей, выдающийся итальянский ученый, физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Интересный факт, знаменитая фраза «А все-таки она вертится» принадлежит не Галилею. Это всего лишь красивая легенда, созданная итальянским поэтом-критиком Джузеппе Боретти в середине 18 века. 15 февраля в 1972 году родилась Наталья Гусева, советская актриса, получившая широкую известность после исполнения роли Алисы Селезневой в детском фильме «Гости из будущего». На эту роль претендовало более ста девочек, но именно Наталья Гусева больше всех приглянулась режиссеру фильма. Когда ее первый раз представляли режиссеру, на вопрос «Какой твой год рождения?» девочка так переволновалась, что по ошибке сказала «1872-й», на что он засмеялся и сказал «Ну вот, ты у нас гости из прошлого». Субтитры создавал DimaTorzok